10 мая на проспекте Ленина заработали выделенные полосы для движения общественного транспорта, чтобы люди из-за ремонта путепровода на новом рынке на автобусах передвигались быстрее. Вместе с появлением буквы А появилось и ограничение на въезд в парковочные карманы, которые в свою очередь прилегали к аптекам, магазинам и кофейням. Только у последних за пару дней посещаемость упала на 20%. Собственники создали петицию, где просят убрать знак «Остановка запрещена». Ее, к слову, подписали больше 100 человек. А еще обратились за помощью в администрацию города и комитет по дорожному хозяйству. Но ответа пока не последовало. Мы понимаем, что в долгосрочном периоде здесь все меньше и меньше будут парковаться. Соответственно, все меньше и меньше будут иметь возможность посещать заведение. Мы надеемся, что нас услышат. Ведь мы на самом деле не хотим, чтобы убрали полосу или что-то. Мы хотим решить просто проблему нашего парковочного кармана, нарисовать прерывистую линию и много его расширить. Не согласны с запрещающими знаками и владельцы магазина одежды и аптеки. Но, как нам пояснили в комитете по дорожному хозяйству, что-то менять в системе выделенных полос никто не собирается. За исключением того факта, что вдобавок к знакам в июне появятся еще и камеры. Они будут фиксировать нарушения за передвижение по выделенной полосе и остановку в парковочных карманах. Многие скажут, сделайте прерывистую линию для въезда на парковку. Но и это невозможно. Комплекс он не сможет распознавать. На парковку он заезжает или водитель изначально с нарушением едет по выделенной полосе, специально нарушая, чтобы не было таких отговорок, что я с парковки выезжаю, и меня водители автомобилей в средней полосе просто не выпускают. Возможно, парковку бы и оставили. Но, по словам представителя мэрии, некоторые водители еще до нанесения выделенки не разграничивали, что такое полоса движения, а что такое парковочное место. У нас водители паркуются даже до того, как знаки были установлены, не тем способом, который был регламентирован. Соответственно, у нас правая полоса движения, по сути, по проспекту Ленина, она не исполняла своего дофункционального назначения. У многих возник вопрос, почему вдоль всего здания ГУВД на дороге прерывистая линия. По словам Валерия Ведяшкина, здание – это социальный объект, как больницы или поликлиники, и въезд к нему необходим с разных сторон. Так что попасть к магазинам, аптекам или кофейням можно, припарковавшись на обратной стороне проспекта Ленина. Там, между прочим, почти всегда аншлаг. Рассчитывать на местные дворы не получится. Местные в скором времени поставят там шлагбаум. Вся жизнь идет через центр, и если не будет места, куда машину поставить, ну, как минимум неудобно будет. В принципе, это неудобно будет. Такое шикарное заведение. Постоянное движение. Кто-то подъезжает, кто-то отъезжает, начинает какую-то площадку организовывать, хотя бы платную для стоянки. Многие водители не обращают внимания на знаки и паркуются. Игнорируют и сплошную полосу. Кстати, сотрудники ДПС уже вовсю нарушителей штрафуют. За выходные наказали за выделенку 28 человек. В мэрии рассказали, что если запрещающие знаки и камеры не дадут результата, то парковку могут ограничить специальными конусами. Напомним, что выделенные полосы уже нанесены на проспектах Ленина, Калинина и строителей Сетча-Люскинцев, а также на улице Аносова. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.